Мы на одном из самых интересных стендов, это стенд Лады, наиболее такой тревожный, который вызывает бурю эмоций, и в этот раз, как всегда, каждый автосалон, есть что показать. Мы стоим возле центральной новинки, которую долго ждали, это Лада Калина второго поколения. Машина достаточно сильно изменилась, как визуально, так и внутри, так и по технической части. Конечно, какие-то элементы уже мы могли видеть и на Калине предыдущего поколения, какие-то элементы появились уже обкатанными на Лады Гранта, которые колесят по нашим дорогам. Что самое интересное, конечно, это передняя часть, она абсолютно другая. Изменились задние фонари, задняя часть автомобилей всего модельного ряда Калины и седана, и хэтчбека, и универсала. Теперь на Ладе Калина есть все моторы, которые устанавливаются на другие модели, на Гранту, те, которые можно встретить на Приоре. Достаточно кардинально переделана подвеска, то есть, как говорят инженеры, посмотрим в будущем на тест-драйвах, машина стала более управляемой, более собранной, нет никакой расхлябанности. И машина действительно должна стать интересной, цены, они должны остаться на прежнем уровне. И я думаю, что давайте посмотрим, как машина в салоне, потому что там тоже значительные изменения. Панель выглядит совсем по-другому. Конечно, какие-то элементы мы могли уже встречать на Калине предыдущего поколения, на Гранте, но много нового. Все достаточно приятно, красиво, как ни странно, там абсолютно новая приборная панель, рычаг автоматической коробки передач, который также устанавливается теперь не только на Гранту, но, конечно, будет на Калине второго поколения, более красиво, потому что рычаг маленький, такой удобный, но также режимы не имеют никакой подсветки, поэтому, ну, возможно, это и поправят. По салону, по качеству сидений, красиво, приятно и удобно. Поэтому будем ждать тест-драйва, чтобы более подробно ознакомиться с этим автомобилем. А давайте посмотрим, какие еще новинки представил АвтоВАЗ на своем стенде. Еще один очень важный и значимый для Лады экспонат. Новинкой это не назовешь, потому что это концепт, концепт, подготовленный Стивом Матином. И данный автомобиль мы когда-либо вряд ли увидим на наших дорогах, но это, как говорят сами менеджеры ВАЗа, что это такое ДНК. Это так будут выглядеть, скорее всего, в ближайшем будущем автомобили. Какие-то части, какие-то элементы. То есть это тот дизайн, который будут стараться придерживаться. Ну, как мы видим, действительно, концепт, он такой красивый, яркий, броский. То есть с ним можно пока только полюбоваться. А сейчас мы пройдем к другому автомобилю, который тоже нельзя купить, но который уже колесит по нашим российским дорогам. Вот она, третья новинка, самая яркая, которая представлена Ладой, с таким очень нежным названием, называется L-Lada. Это абсолютно электрический автомобиль. Автомобиль нельзя прийти и купить в автосалоне, но эти автомобили мелкосерийные, крупносерийные, ну, какими-то большими партиями, порядка 100 автомобилей собираются в данный момент, и уже они колесят. Если хотите, можете покататься. Один из таксомоторных парков Ставрополь купил эти автомобили. Автомобиль интересный, по отзывам, как они сами же говорят, нравится, потому что машина электрическая, но с пробуксовкой трогается достаточно быстро. Характеристики примерно такие же, как и у бензиновой версии. Касаемо электрического оснащения, то аккумулятора, который здесь есть, хватает хода примерно на 150 километров, и надеюсь, что в ближайшее время мы увидим эти автомобили в Москве, как такси, может быть, для каких-то развозных функций, каких-то логистических компаний. Будем надеяться, что какие-то технические решения будут применены и на серийных автомобилях.